Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения» Я и ведущий Владислав Жуковский И наша сегодняшняя программа, которая выходит в самом начале летних школьных каникул Посвящена тому, что мы называем «наше все», то бишь посвящена нашим детям Нашими сегодняшними гостями мы постараемся разобраться в том, что же представляет сегодня государственная политика в области охраны и защиты детей Есть ли на самом деле у россиян, у подрастающего поколения нормальный досуг и отдых Ну и как же проходит воспитание детей на всех уровнях, от государственного и в школе до семейного воспитания Ну и как говорится, сегодня дети, завтра страна, поэтому давайте пытаемся понять, каковы же сегодня наши дети и какой же будет завтра наша страна Сегодня наша студия Снегуров Александр Викторович, заслуженный учитель России Останина Нина Александровна, руководитель аппарата КПРФ в Госдуме Якулева Наталья Геннадьевна, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук И Лебедев Дмитрий Николаевич, учитель истории и обществоведения, координатор Московского городского совета пионерской организации Здравствуйте, дорогие гости, это сегодня наша студия Ну вот давайте, Нина Александровна, начнем с вас Выпишем партийную точку зрения, вот на какой вопрос Давайте проигнем про летний отдых По некоторым данным, в этом году в детских лагерях в России смогут отдохнуть 8 миллионов 200 тысяч детей Но значительная часть из них «оздоравливаться» придется не в лагерях, а при школах, то есть не за городом По данным Росстата, в 2005 году в России суммарно было около 52 тысяч детских оздоровительных лагерей Но за прошедшее время их количество сократилось практически на 12, ну может быть даже 15 процентов Чего ждать этим летом подрастающему поколению? Миллион детей останутся без господдержки, будут отдыхать и задавливаться на улице, получается? Ну, можно я изначально вы так задали вектор, спросив о том, какой будет государственная политика Вот с моей точки зрения, на сегодня она просто отсутствует Вот в том смысле, в каком мы всегда имели в виду, чтобы государство впрямую организовывало тот же летний отдых Сегодня все, что касается летнего отдыха, кроме трех федеральных детских загородных лагерей Это Артек, Орленок, Океан, все остальное финансируется из региональных и местных бюджетов Поэтому говорить можно о региональной политике И в данном случае, чем толще кошелек у региона, Тюменская область, тем лучше будет организовано отдыха детей А надо сразу наших телезрителей, чтобы понять, то есть на федеральном уровне, федеральной бюджетной не нужны ни копейки На организацию регионов, доходите На организацию органов за пределами тремя самых известных распиаренных Абсолютно верно Вообще не грязь денег Поэтому я и говорю, что в том виде, в каком мы всегда говорили о государственной политике поддержки детства На сегодняшний день она отсутствует, потому что все, что касается детей, семьи, молодежи Передано на региональный и местный уровень Поэтому давайте мы не будем говорить о государственной политике Организации отдыха и оздоровления детей Хотя сегодня, ну буквально там вот две недели назад, наверное Организация летнего отдыха детей, она отдана в компетенцию Министерства образования Потому что, ну, а структуры, которая бы в Минобре отвечала за это Никакой нет, она не назначена Многочисленные наши упреки в адрес правительства в том, что у семи нянек дитя без глазу Это Минобр, Минздрав там, я не знаю, это и прокуратура, это и Следственный комитет В общем, насчитывали мы восемь структур, которые отвечали за организацию летнего отдыха И когда приглашали в Думу, усаживались восемь министров, и мы не знали, с кого спросить Сейчас будут спрашивать министра образования Но, повторяю, что внутри министерства нет структуры, которая координировала бы хотя бы Хотя бы статистику имела Я была в Артеке, конечно, благополучно Конечно, здорово Но это несколько тысяч человек могут там удохнуть Три с половиной тысячи детей за одну смену, 38 тысяч детей в течение года Это хорошо А остальные 8 миллионов 200 тысяч куда? Вот вы назвали, вообще у нас детей в возрасте до 14 лет Там с 8 до 14 кто может отдыхать, 12 с половиной миллионов сейчас Еще пять лет назад мы назвали 15 миллионов и спрашивали из правительства Вот вы регулярно называете цифру Там отдохнули в загородном лагерях 5 миллионов детей А нуждаются в отдыхе сколько? 15 миллионов Два раза больше Сейчас только 12 называется Спасибо, спасибо, что мы Да, Игнать, давайте с вами вот о чем поговорим Смотрите, сегодня в среднем цена путевки для ребенка, чтобы отдохнуть 21 день в загородном лагере Ну, минимум 20 тысяч рублей Бывает, это минимум, бывает и 40, и 50, бывает и 80 тысяч рублей Это при том, что средняя зарплата по стране официально около 35 тысяч рублей Но ее не получают около 75% россиян Медианно, то есть реально средний доход, который получает половина населения около 22 тысяч рублей То есть получается, что люди должны отдать весь семейный бюджет Если там один кормилец, надо то, чтобы отправить ребенка на отдых А может даже и этих денег не хватит И вообще, может ли говорить о том, что есть какая-то детская политика государственная, как вы считаете? Нет, конечно, естественно, что сейчас больше зависит от семьи благополучия наших детей, чем от государства И наши семьи, родители стараются, извините, из кожи вон, но стараются для детей Естественно, вот эти детские оздоровительные лагеря Хотя вот вы привели статистику, я посмотрела статистику по Советскому Союзу Она очень мала, но примерно в 80-е годы перед распадом примерно 40 тысяч пионерских лагерей 42,5 тысячи Да, но они тогда были не, как сейчас называется, детские оздоровительные, а именно пионерские лагеря И примерно 8 с небольшим миллионов человек детей там отдыхало Но дело в том, что сейчас вы понимаете, что это не только государственная поддержка Но в основном это ушло в частные руки Дело в том, что это частная, собственническая деятельность в большей степени, чем государственная Поэтому получается, что такая сфера, как не только образование, но и вот этот летний отдых детей оздоровительный Это тоже немаловажное значение имеет И эта сфера у нас тоже полностью коммерциализировалась Естественно, родители ищут альтернативу Это и семейный отдых в бюджетных, то есть Турции, Болгарии, это и зарубежные языковые лагеря Ну а в худшем случае, естественно, это дом, интернет, телевизор, ну дача с бабушкой и дедушкой Пришкольный лагерь Спасибо, спасибо, шоу Наталья, а вот я добавлю к вам Понимаете, а когда вот глава муниципалитета поставлен перед проблемой Вот у него там словно три копейки и надо вот детей из малобеспечных семей отправить То выбирают тот загородный лагерь, там где дешевле путевка Отсюда у нас сям озеро, отсюда вот все эти страшные проблемы детские Гибель детей, отравление Гибель детей, отсюда анкисанитария Отсюда, ну я не знаю, чем дешевле, тем лучше для муниципального чиновника Александр Викторович, давайте с вами поговорим А чему же учат, с вашей точки зрения, на самом деле, вот эти вот детские лагеря И чему они учили в советское время, и чему они учат сегодня, либо уже ничему не учат Коллективизм, какие-то совместные игры, творчество Вот сейчас, чему они должны были бы научить первоставочное поколение Ну чему учат и чему должны были научить Это два разных вопроса, и между ними немалая дистанция Учат лагеря существующие ныне, и творчество, раскрывают творческий потенциал Учат дружить, интеллектуально развивают Это все надо так же понимать, если человек попал в тот же Артек, или в тот же Орленок Он получит пакет хороших услуг Если он отправится в лагерь за 50 тысяч рублей, где работают компетентные люди Где создана обстановка комфортная для ребенка, там тоже будет развитие по разным направлениям Но это, как мы сказали, доступно очень малому числу детей А чему учили лагеря и, лучше сказать так, структура детского отдыха в прежнее время И вот я сам Артек, и я был направлен в 79 году как один из лучших юных корреспондентов Артек И я наблюдал такие усилия социальные, которые прикладывались к нам к детям И мы тоже участвовали в этих усилиях в той или иной степени Это, конечно, гражданская солидарность Это ответственность, организованность Это патриотизм, хотя здесь много теперь эшелонов этого понятия И очень долго рассуждать, какой тогда был Это нацеленность на будущее Это убежденность в собственных силах И в том, что эти силы будут востребованы государством Спасибо, спасибо большое, Дмитрий Николаевич Давайте с вами поговорим Но вот смотрите, одновременно в легендарном Артеке могут отдыхать, как было сказано, примерно 3,5 тысячи детей Между тем, в сегодняшней России практически 12 миллионов детей находятся в возрасте от 7 до 15 лет Это так называемые октябряты, либо пионеры Как сказали бы в советское время, как сказали бы, я думаю, вы Вот, одного Артека на всех не хватит, что же делать-то? Куда остальным детям податься и другим семьям? Отсутствие политики, это тоже политика Вот я хотел бы обратить на это внимание Нет, определенно эта законодательная база присутствует Вот не так давно, особенно после той жуткой трагедии, которая была в прошлом году Принимаются соответствующие документы Вот не так давно я получаю рассылку о том, что проводится пресс-конференция Связанная с активным детским отдыхом Куда входит туризм детский, куда входит, предположим, вот те же самые сплавы Которые, ну, это форма туристической деятельности Может быть, а может быть форма деятельности просто загородного лагерного учреждения Вот, и, соответственно, какие-то выводы из этого приходится делать И просто приходится делать, но боязно другое Беда заключается в том, что после каждого вот такого рода звоночка И я совершенно солидарен, что коммерционализация системы приводит к тому, что чем дешевле, тем доступнее Ну, это понятно И тем это предпочтительнее Но когда эта позиция выкводится на государственный уровень То это как раз и приводит вот к тем самым трагедиям Теперь вот, возвращаясь к вашему вопросу Ну, дача-то есть, конечно Телевизор выключить, видимо, ребенку не удастся С компьютером родители кто-то борются, кто-то считает, что чем бы дитя не дешевле И, соответственно, есть улица еще Есть улица Что касается, вот меня всегда потрясает это Инициатива «Единой России», потому что я школьный учитель Проводить городские и школьные лагеря Меня всегда потрясает цинизм подобного рода инициативы Почему? А? Почему? Как почему? Потому что здесь ничего «Единой России» не сделала для этого Что? Она вложила свои деньги? Может быть, она дала своих сотрудников? Может быть, она создала какие-то условия? Да нет, ну что вы! Это дается указание Указание это будет, безусловно, выполнено Указание это будет, безусловно, выполнено силами учителей И если учителя готовы к этому, это будет сделано чуть лучше Если не готовы, чуть хуже Та же самая ситуация и в загородных лагерях У нас же есть закон, даже принят 6-й думе Об организации отдыха и здравления детей Но по этому закону Вот если мы раньше отделяли загородные детские лагеря отдельно А пришкольные, а не как бы самостоятельный вид организации воспитания То теперь вот все, что у нас там, где находятся дети Все это называется детским лагерем Местом отдыха ребенка Поэтому вы приводите статистику там 50 тысяч А мы хотя бы разграничивали там ежегодно Только 2,5 тысячи загородных лагерей сейчас Из этих 50 Все остальное это пришколок Детские лагеря, где отдыхают дети Для того, чтобы статистика вот эта вот была благополучная Принят вот этот закон Ну разве это нормально? Нина Александровна, вы как раз таки уже начали говорить про эту чудовищную, страшную Чудовичное происшествие, либо катастрофу Которая произошла год назад в Карелии В лагере Самозер, когда утонули 14 детей Об этой трагедии тогда говорила вся страна Никаких серьезных организационных выводов, кадровых выводов сделано не было Ну и тем более, нельзя сказать, что стал летний детский отдых в России более безопасным Нельзя понять, какие были приняты системные меры на государственном уровне Что вы можете об этом сказать? Ну первое, мое мнение, судить надо Судить надо и директора лагеря, судить надо и чиновников Чиновница отделалась, правда, легким испугом Ее просто не пустили на выборы Она была главным кандидатом от Единой России Наверняка бы, победив праймерис, она бы сегодня сидела в Государственной Думе И прошел депутатом, как раз таки, член КПРФ Да, это замечательно, Денис Парфенов, который замечательный, активный депутат сегодня И мне очень радостно, что условия для какой-то конкуренции были созданы на этом округе Мне очень хочется, чтобы были созданы нормальные условия для тех людей, кто вообще желает работать Я уверена, что и среди тех, кто является сегодня депутатом от Единой России Есть профессионалы, которые понимают, что так, ну, дальше так, по отношению к детям Просто поступать нельзя Вот вы спросили о безопасности Ничего не изменится Ничего не изменилось Потому что сегодня мы наставили на том, вот наша фракция Компартии Чтобы там прокуратура, чтобы органы внутренних дел Направляли в каждый вот загородный лагерь, в пришкольный лагерь своих представителей Сегодня за это должен платить либо хозяин лагеря, либо школа должна платить Чтобы был там человек, который отвечает за безопасность Скажите, вот вся Мозера, ну кого они там наймут, если у них нет денег у этого директора Да она еще воришкой оказалась Поэтому, конечно, лучше всех в карман положить, чем нанять сотрудников сегодня органов внутренних дел Да создать для них условия, да построить для них будку, да отдельно комнату, чтобы отдыхать Не делают, да видеокамеру Лучше бы сняли видеокамеры с участков, да в детский лагерь А мне кажется, что мы просто очень сильно сгущаем краски И мы каким-то страдаем дефицитом патриотизма Вот у нас вот десятилетие детства объявил сам президент Путин в конце мая Сдав соответствующий указ, которым 18 год называется С 18 года в России начался десятилетие детства Вот название очень громкое, красивое, звучит очень патриотично, в духе скреп Владислав, я с самого начала когда сказала Денеги-то есть на это дело В три раза сократили расходы на поддержку материнства и детства Даже если бы один ребенок погиб, а их 14 было Вот сразу представьте себе, вот они 14 лежат Вот для меня это сгущаем краски Да тут я не знаю, надо скорбеть 10 лет, называть десятилетием скорби А не десятилетием детства, как президент сказал Потому что вот в этой стратегии я ничего не увидела Первое образование, второе детские ясли Вспомнили Оказывается у нас решили проблему детских садов Только потому что перестали принимать детей в возрасте до 3 лет Поэтому сейчас возьмутся за детские ясли и тоже что-нибудь нарисуют Вот с моей точки зрения, не надо придумывать название Как Валентина Ивановна Матвиенко делает, она предложила президенту назвать десятилетием детства Не нужны названия, лучше примите нормальный один закон Чтобы в 3 раза увеличить поддержку той же семьи Помочь ей, чтобы они организовали А. летний отдых Б. пребывание ребенка в детском саду И В. чтобы они смогли поддержать Тогда они сократили в 2,5 раза за 3 года расходы Ну кто бы в этом сомневался Денег дали им дадут меньше, а красиво назвали Вот мы сейчас говорим о лагере, я была в Артеке Ладно, путевка 80 тысяч Кто попадает, все равно кто Как сказал директор, мне не важно Либо это бюджетник, либо там купили по коммерческой цене А вы говорите о традициях Артекса Как тоже их соблюдать будет Спасибо, сейчас продолжу разговор Наталья Геннадь, вы как экономист Все-таки, давайте скажем так Денег не то, что выделяется и расходуется на детей Это неправильная фраза На детей не расходуется, а в детей инвестируют средства Потому что дети, это будущие страны Это будущий человеческий капитал И человеческий потенциал, по большому счету С вашей точки зрения, это отношение власти к тому, что Есть какие-то непроизводительные, непрофильные расходы на образование Здравоохранение, Академию наук Это же не расходы, это инвестиции в будущее страны Сколько мы реально вкладываем в будущее наше подрастающее поколение Вот эти 5-6 миллиардов рублей, это достаточная сумма для такой страны, как Россия? 29 мая прошла информация, что Минфин предложил увеличить расходы на некоторые программы и ведомства И уже было посчитано, что на силовиков во много раз больше, чем в общем на образовании здравоохранения Например, на МВД в 6 раз больше, чем на образование О чем мы можем говорить? То есть понятно, что сейчас безопасность, тем более у нас патриотизм Мы не только свою безопасность защищаем, мы еще и на международном уровне безопасность защищаем Конечно, это, как говорится, в тренде И надо увеличивать на это средства Но я считаю, что увеличивая сейчас на МВД расходы государства, оно в будущем еще в десятки раз надо будет увеличивать То есть это получается, нужно будет имплицировать эти расходы Потому что не вкладывая в образование, в здравоохранение Вот я, если честно говорить о деньгах, я не считаю, что именно в деньгах проблема Нет системы, нет системы А если нет системы, это будет затыкание дыр Даже с помощью денег А системы нету, почему? Кто мешает уже 25 лет построения демократии, рыночной экономики? 15 лет вставания с колен Народ мешает Поменять народ Пусть остается эта власть, народ поменять надо Нет, пока мы будем жить в рынке, это будет продолжаться Капиталистическая система, мы все зависимы от капитала Не будем сейчас уточнять, какого и в какой степени Мы все зависимы от капитала Поэтому все, что приносит прибыль, туда и вкладываются деньги на всех уровнях А разве образование может, разве оздоровление детей может принести быстрые деньги, как говорится Вот спортивный бизнес, да Понимаете, была система именно оздоровления детей и воспитания, что важно Вот в этих пионерских лагерях в Советском Союзе, да, была подоплека идеологическая Но ведь все-таки, если мы, я, например, тоже выросла на пионерских лагерях Это была система, которая закладывала, и Александр Викторович сказал, что положительные зерна А сейчас-то этого нет, нет системы Нет системы воспитания Давайте, да, Парсу Во-первых, я думаю, что мы не должны бояться слова «идеологическое», потому что идеология – это система взглядов и ценностей Вопрос, какая идеология Сегодня идеология тоже есть И, в общем, просто нам все время, когда говорят о идеологизации, имеется в виду коммунистическая идеология А ведь сегодняшняя идеология, она присутствует, она капиталистическая Дальше мы можем прилагательных прибавить сколько угодно Она есть, это вот первое Теперь второе Вот когда-то был старый спор в педагогике, что же, как понимать воспитание в широком и узком смысле слова В широком смысле слова воспитывают сегодня все Начиная от рекламы интернета, того, что есть по телевидению, того, что есть где-то И заканчивая, несомненно, уж простят меня, так сказать, простят меня коллеги, семьей и школой Так, кстати, я и пущу еще один, так сказать, шар Вчера, я не проверял, но буквально вчера с одного из спецсоветов сообщили с ужасом Причем, это надо проверять, конечно, то, что к 2020 году все школы будут автономными Автономными учреждениями образовательными, а значит ищите платные образовательные Все это, соответственно, уничтожит все те очаги, которые до сих пор существуют, если эта ситуация будет именно такая А курс-то шел именно туда Я уж не говорю про то, что творится с системой дополнительного образования Так сказать, ее понимают, на мой взгляд, совершенно неверно А вот то, что изначально закладывалось в дополнительное образование, либо разрушено, либо в процессе разрушения Спасибо, спасибо, значит, поговорим об этом Александр Викторович, с вашей точки зрения, вот это вот, то, что объявили впереди у нас целое десятилетие детства с 2018 года И при этом нам заявили, что у нас чуть ли там на ближайшие 15-20 лет не будет расти уровень жизни Ну, мы говорили про пенсии, что пенсии станут покупательной способностью такими же, как они были еще в 2013 году, дай бог, чтобы они вернулись Что будет секвесор бюджета, будем сокращать разного рода расходы на социалку, в том числе на детей, на материнство Как это вообще друг с другом увязывается, как вы считаете? Ну, это у нас хорошее, поэтому денег не выделяем Это так же увязывается, как увязывалось все это в различных компаниях, которые мы переживали и переживаем из года в год Год учителя, год экологии, а теперь уже года мало Надо десятилетия А потом эпоха Да, это вот говорит о слабости все-таки власти, потому что перспективы, ну хотя бы на год, и то мы не можем их представить А вот на десятилетие замахнуться Ну, чтобы сразу оказаться, наверное, вечной жизнью О желании самой власти еще десять лет сидеть на вот этом троне Сигнал, он заложен здесь прежде всего Это те самые одиознейшие решения Абсолютно Как-нибудь монетаризоваться И материализоваться Так, Александр Ильич, войдет к вам Вы как очень опытный педагог Скажите, вот сейчас много говорят о том, что современные дети Это поколение уже не X, и не Y, и даже не Z Уже алфавит кончился, да? Вроде как они очень хорошо разбираются Для тех, у кого состоялось трех букв Да, 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 не будем это слово Складывать из него слово счастье Тем не менее, конечно, они разбираются в компьютерах, в технологиях И что интернет им в помощь Но вам не кажется, что когда дети остаются один на один с этим огромным массивом информации В котором 95%, если не 99% это информационный мусор, шрот и шлак Что, в принципе, там далеко не всегда все дело присутствует к образовательным процессам И мы видели, в том числе, и волну суицидов детских Которые выросли более чем в два раза в прошлом году Ну, естественно, и это имеет место Но в то же время надо понимать, что пришла новая эпоха Может быть, это большой сегмент цивилизации Информационный мир И в нем есть, как в любом мире Разные тропы, разные дорожки Разные маршруты Можно идти по пути набора Всякой ерунды И опасных ресурсов И этот путь к суициду Можно идти путем интеллектуального и творческого развития Государству нужно Наладить диалог с этим миром Информационным Оно запаздывает Используя во многом как инструмент Ресурсы этого мира Инструмент, причем полицейский А диалог с информационным миром Я понимаю, как веер разных возможностей Путей, способов и намерений Вот такого диалога нет И поэтому Ребенок и семья Дезориентированы А ориентацию Эту задают Разные, конечно же, модули И семья, как верно отмечено было И школы И идеология И государство И Другие институты общества Понятно Знаете, в Дубе зародилось даже сейчас движение За принятие закона О запрете Частного использования интернета Я думаю, что это результат того О чем вы сегодня говорили Понятно, что технически это просто, наверное, невозможно сделать Но тот факт, что это уже Вот заказ Со стороны общества И это сигнал нашей власти Ну, мне кажется, что Тема настолько назрела Что дальнейшее промедление Вот со стороны власти Непринятие каких-то действий Оно может вылиться в то, что не только там Старшеклассники выйдут на улицу Если мы говорим о сопоставлении с советским периодом То в Конституции СССР Было сказано, что семья находится под защитой государства В Конституции России тоже сказано, что семья должна защитаться государством В обоих документах говорится о материнстве и о детстве Но, наверное, мы все здесь можем в этой студии согласиться Что уровень государственной защиты не сравним Что его есть сегодня Что было еще 30 лет назад СССР это была во многом эшелонированная тема Защиты семьи и всестороннего развития детей и воспитания В современной России это некие финансовые подачки И бурная имитация какой-то созидательной деятельности На самом деле разрушительной деятельности, судя по всему Вот в чем причины И может прав Дмитрий Медведев, что денег-то нету Ни на детей, ни на поддержку Мы уже здесь, по-моему, пришли к одному мнению Мы живем в другом обществе, это другой строй Поэтому даже декларативное заявление в Конституции Что государство заботится о детях Мне кажется, что это настолько очевидно Лицемерие со стороны государства Лучше убрать эту статью и быть честным Государственной детской политики у нас в России сегодня нет Как таковой Потому что это ложится в основном на семью Где-то там на муниципальные власти Где-то на региональные власти По большому счету Единой государственной политики в России нет Потому что 85 субъектов И в каждом субъекте своя детская политика Зависит это, первое, от толщины кошелька От политической воли руководителя этого региона Поэтому, ну надо просто еще раз говорю Будет честнее сегодня внести поправки в Конституцию И убрать эту статью Потому что каждый выживает в одиночку Регион в одиночку С каждый город в одиночку Каждая семья в одиночку Вот это надо честно признать Поэтому, ну дальнейшее лицемерие со стороны власти Оно грозит тем Я вот была в Артеке И главный лозунг детей такой Мы не инвестиции, мы будущее А как так получается, что с одной стороны 76% россиян говорят, что да, жизнь стала хуже Мы чувствуем на себе дыхание кризиса Понимаем, что все очень не здорово Процентом 2,3 ждут, что лучше не станет в обозримой перспективе При этом 76% у них это вообще никаких изменений Все устраивает Нет, подождите, подождите Чуть больше 80%, правда я сейчас увидела другую цифру 49,9% поддерживает Путина 82% из определившихся поддерживают президента Но реально там поддерживают около 67% получается Что-то меня смущает в этой статистике, во-первых С другой стороны, если бы у нас выборы были честными То кажется, они бы вот эти вот цифры здорово перечеркнули Потому что, ну, не случайно предпринимаются такие меры Не случайно там в десятки раз увеличивается финансирование Сегодня тех, кто отвечает, чтобы каждый избиратель поставил там галку Против той фамилии, которая нужна сегодня власти Ну, что-то заставляет меня думать, что далеко не все здесь благополучно Выделяются, условно говоря, постоянно, ежегодно растет бюджет на поддержку телевизора, зомбоящика ВГТРК, Россия-24, Россия-1, Первый канал, Russia Today На них выделяется там по 25-30 миллиардов рублей на каждый канал А на всю материнство и детство 6 миллиардов Сегодня они формируют общественное мнение Сегодня они главные воспитатели Поэтому еще удивляться, если кумиры наших детей Это девушки, которые приезжают в Москву, находят себе папеньку Ходят по подиуму, поэтому сегодня это образ Нина Александровна, вы сами меня задели за живое Все-таки вот эта замечательная инициатива единороссов вместе с ЛДПР Давайте создадим совет блогеров в Госдуме И какие-то там засланные казачьи пропагандисты будут объяснять россиян Как им здорово живется и будут общаться с молодежью Если у нас введенное в заблуждение даже министра образования Которого я отношусь уважительно за то, что она впервые произнесла вот эту фразу Что школа это не только место, где дети получают образование Но и воспитание должны получать Когда она сидела там в правительственной ложе Кто-то, наверное, ее проинформировал, что девушка, вышедшая за трибуну И за главный блогер страны, которая в непотребном виде Как президент сказал этой девушке с низкой социальной ответственностью Она рекламировала себя в том же интернете Если она сегодня уже с трибуны Государственной Думы Учит молодежь, как жить И учит нашу власть, как жить И министр говорит нам с тобой по пути, дорогая Вы понимаете Что-то пошло не так Что-то пошло не так Понятно, Дмитрий Николаевич, как вы оцените Вообще эта инициатива правильная Может действительно надо привлекать каких-то разных родных видеоблогеров Тоже в совершенно непонятном уровне интеллектуального развития С их малонравственной ориентацией И чему могут научить эти люди, которые все равно что рекламировать за какую денежку Я не могу сказать, кого надо привлекать, кого не привлекать Тут же надо персонально смотреть Что касается позиции блогер, он или не блогер Это вторично Первое, что это за человек Вот плясать нужно от этого Что касается проще Ну потому что для современного подростка понятие блогер понятно Оно совершенно для него ясно И клюнуть на это значительно проще, чем на что-то другое То есть вместо того, чтобы решать реальные проблемы И увеличивать финансирование детей, материнского капитала Наступные ипотеки для подрастающих молодых семей Мы опять возвращаемся к тому, что мы живем в другую эпоху И все то, что делается Ну с моей точки зрения Совершенно адекватно той эпохе и той системе Которая сейчас построена А делается манипулирование Сознанием развивания протестных настроений Это один из факторов Который существует Когда-то, я историк по специальности Когда-то после революции пятого года Было совершенно четко И это есть в документах на самом деле Определено, что для того, чтобы снизить революционность Нужно снизить цену на водку Это было одно из предложений Совершенно официально внесенное В том числе в Министерство внутренних дел Оно было поддержано, оно было реализовано И поэтому вот сейчас меняются Так сказать, хотя цена на водку Сейчас как раз наоборот увеличивается Вот, меняются те Боярошник и стекломой Нет, ну это святое Вот, меняются те способы приема и формы Которые дают результат Вот это результат дает Потому что я общаюсь каждый день с ребятами Я вижу то, что они говорят То есть слышу, простите, конечно Вижу, как они действуют И при всей моей любви к своим ребятам К своим ученикам Я прекрасно понимаю и вижу то воздействие Которое идет через все эти каналы В том числе через блоги В том числе через все социальные сети Ну, а если Я думаю, что меня поддерживают Мы посмотрим то, что они То, что они сами пишут в этих блогах Алексей Леонидович Кудрин Отставник, как мы считали На самом деле, оказывается Вот этот лучший министр в глазах Европейского сообщества Он сегодня действительно Он сказал, что неминуемо сокращение расходов На социальную сферу Образование, здравоохранение Потому что понятно, что власть будет увеличить Расходы на правоохранительную деятельность Это само собой разумеется И это оправдано А международный терроризм Появился аргумент Ну и Голодные бунты потенциального бунта Конечно Наталья Геннадьевна, я хочу с вами вот о чем поговорить Смотрите, все-таки Чем, по вашему мнению, отличаются современные родители От их родителей поколений 50-х, 60-х, 70-х годов С точки зрения заботы о семье, о детях Вот что радикально изменило в системе целостей В системе смыслов Ну, наверное, я скажу простыми словами Сейчас родители, они тоже заботятся о детях Но они больше заботятся о благосостоянии детей Если, например, раньше В 50-е, особенно в 60-е годы На кухнях наших квартир и домов Наверное, обсуждались прочитанные книги То сегодня родители обсуждают Где и как заработать лишнюю копейку Чтобы в том числе Ребенок летом поехал в лагерь После того, как они вернутся с работы Бог знает, во сколько времени Это очень важно Дело в том, что действительно дети наши сегодня Вот как мы говорим, что у нас осталась последняя ячейка Это семья Но дело в том, что родители, это бедные, несчастные Они зарабатывают деньги на пропитание А когда же внимание это дети? Больше в долгах, в ипотеке, капремонт Естественно И приходится выбирать Вот ты вкладываешь деньги в здоровье и образование своего ребенка Или ты вкладываешь в капремонт и платить Так, Наталья, давайте к вам таку про Смотрите, у нас новый министр образования Ольга Васильева Которая тоже очень много говорила Правильных и замечательных вещей Это про воспитание, единство обучения и воспитания Вот с вашей точки зрения На словах-то опять все красиво У нас, в принципе, президент, когда на днях выступал Говорил, что новая экономическая стратегия должна удовлетворять интересам социально-трудового большинства Должна стимулировать инвестиции, рабочие места, уровень жизни населения То есть то же самое в 2001 году говорил То есть не меняется вообще ничего Вот с точки зрения обучения, воспитания По факту вы видите, что это реализуется? Что школа, она чему-то учит здравому в нынешнем виде? Я Ольгу Юрьевну, так же, как Нина Александровна сказала Ее как личность, я ее как человек, я ее очень уважаю Но дело в том, что она работает в определенной системе В правительстве, где есть свои законы, как говорится Она в команде, она не может идти против команды Я ее, конечно, уважаю за те слова, которые она тоже сказала, став министром Что образование это у нас не услуга И не надо образование называть услугой Да, конечно, ей почет и хвала за это на всю страну А за дела, у слова-то мы тоже можем все угодно обещать Ну вот я хочу сказать, что у нас, кстати, была передача, в которой я принимала участие После назначения Ольги Юрьевны, и мы когда обсуждали ее личность, мы сказали Давайте посмотрим, а вдруг что-то сдвинется Ничего не сдвинулось, это декларативные вещи Предлагаю знакомиться с результатами голосования, которые проходили на сайте канала «Красная линия» Прозвучал следующим образом Что же в первую очередь влияет на формирование личности ребенка? 17% семья, 2% школа, 4% государство и общество, а 77% все вышеперечисленное Александр Викторович, как вы считаете? Мне кажется, вы со школой бы здесь не согласились Ну, конечно, я не соглашаюсь с пунктом вот этим, что школа на 2% влияет Да, влияние школы снизилось, это без сомнений Вернее, негативная составляющая увеличилась внутри вообще этого блока влияния школы Но все равно не 2% По приоритетности, знаете, что влияет сильнее больше? Школа, семья, улица, госполитика? Влияет семья, без сомнения, хотя влияние ее также снизилось И социальная обстановка, куда я включаю все остальное Все-таки не разделяя на компоненты Потому что сейчас это разделение, мне кажется, не то что сложно Вот эта дифференциация, даже не обоснованным Поскольку так сблизилось и даже государственное влияние И соцсетей, и улицей Что здесь, вот в этом блоке разделения я бы не стал проводить четкие А выставил две позиции Семья и социальная обстановка А здесь ситуация сегодня лучше и хуже В семье еще где-то сохранились прежние ориентиры Да, в социальной обстановке почти все нехорошо И если что-то осталось из ценностно важного и спасительного То это, конечно же, в некоторой части семей Потому что большая часть семей просто, как сказано было Заботится не то что о благополучии, а о выживании О том, чтобы не то что 10 лет прожить, а может быть до зарплаты От получки до получки Сейчас, значит, секундочку, Нина Александровна, вы как прокомментируете Что важнее и что должно быть определяющим, от чего все-таки зависит Соглашаюсь, наверное, в том, как расставлены акценты Что должно, конечно, чтобы на первом месте стояла семья Но во мне сразу возникает и внутреннее такое противоречие У нас семья сама изменилась Не только структура семьи, ролевые поменялись функции Вот сегодня мужчина перестал быть заглавным в семье В основном эти функции взяла на себя женщина Кроме того, гражданские браки привели к тому, что у нас, в общем-то, как правило Воспитывается ребенок одной матерью Поэтому говорить сегодня о традиционной роли семьи Ну, мне кажется, повторюсь, что это отдельная тема Но, к великому сожалению, она перестала быть той семьей И вот в том смысле нашем, ну, в русском вот этом смысле, в хорошем А русские для меня все, кто живет сегодня на территории нашей великой страны Кто считает себя таковым, поэтому ушло это Мне нравится семейная культура даже вот в кавказских семьях, где вот эти традиции сохранены А вот если взять... Президент постоянно говорит про некий мифический духовный скреп Может, они нас посутят на безденеже и раку Ну, скрепы, конечно, можно придумать Это уже не скрепы, а вот эти вот... Оковы, нищеты Оковы, да, которыми государство сковывает и семью, и все остальные, все, что у нас А вот общество и государство, если взять сюда средства массовой информации Я бы 80% сегодня отдала тому, что средства массовой информации воспитывают наших детей А здесь все, интернет, здесь и телевидение, здесь все на свете И меня пугает проникновение еще одного института Это церкви, которая проникает не только в школу сегодня Мы, вот, красная линия не взяла это как отдельный институт власти Меня пугает вот это воинственное проникновение Скрачивается с государством, потому что активность спасает царей Уже давно сросла с государством У вас, к сожалению, время, наша программа подходит к концу Поэтому хотел бы с вами в концовке возьмать такой вопрос заключительный Все-таки сегодня дети, завтра страна Какими бы вы хотели видеть наших детей, через несколько десятилетий нам не было стыдно за страну То есть, другими словами, а что делать-то нам нужно? Давайте, Дмитрий Николаевич, с вас начнем На сегодняшний день я боюсь, что, что бы мы с вами ни говорили, политика не изменится Потому что, повторяю, она адекватна той системе, которая строится Она адекватна тому положению, которое есть на сегодняшний день И я бы, честно говоря, не ожидал серьезных изменений Что хотелось бы? Прежде всего, хотелось бы, чтобы дети были в истинном смысле Я подчеркиваю, это отдельная тема, это понятно Патриотами нашей страны И не в варианте квасного патриотизма А в варианте истинного патриотизма Того, которое привело их к победе Осознанные, думающие, образованные, здоровые В том числе умеющие критиковать то, что не то И бороться с тем, что не то Вот я бы, честно говоря, вот это поставил на первое и основное место Причем добавил бы одно единственное Созидательный фактор Потому что говорить мы все умеем И научить детей говорить в принципе реально Хотя ЕГЭ совершенно категорически отучает их говорить Там нужно галочки ставить Нам нужно и делать, понятно, спасибо, спасибо Давайте, что мы можем дополнить к этому пожеланию Что вы порекомендовали? Я скажу коротко, раз время мало Как говорю своему ребенку Так скажу всем детям России Я ему говорю, сынок, я хочу, чтобы ты копался не в интернете А копался в книгах И я всем детям пожелаю нашей страны копаться в книгах А не в интернете Я все-таки считаю, что благодаря этому Если это будет так Все-таки мы увидим другую страну в будущем Это первое А что делать? Конечно, я, например, не на высшей и не на средней ступеньке власти нахожусь Я простой научный исследователь Российской академии наук работы Прицарающую угрозу для оффшорно-олигархического капитала в стране Да, но при этом Вы раскачиваете лодку Да, но помимо этого я еще занимаюсь общественной деятельностью То есть каждый человек должен для себя решить Ты находишься в подчинении или все-таки ты борешься Я борюсь, я на своем уровне как могу, но я борюсь Это очень правильно взвешенная гражданская позиция Александр Викторович, давайте ваша точка зрения что делает Я бы этот лозунг изменил Сказал так Сегодня счастливые дети, завтра довольный народ Но вижу большие препятствия на пути к осуществлению этого моего нового лозунга Нужна система больших крупных преобразований Реформ в разных областях жизни Три пункта, назвайте Какие вот три ключевых реформы, которые необходимы? Законотворческая реформа Экономическая реформа И социальная Ну понятно, социальный, экономический базис и здравые законы И какими детьми хотел бы я видеть детей будущего В которые все-таки как педагог я устремлен Потому что не может быть педагога, который мутно думает о будущем Хотя он может переживать о нем, но должен думать о нем с большой долей надежды и позитивности Прежде всего здоровыми Граждански ответственными Мыслящими Нескупыми Способными на альтруизм Ну и любящими своих родителей и педагогов Это прям какая-то угроза правящей партии Вами была озвучена Я боюсь, что как бы нас с вами не прикрыли Нина Александровна, давайте ваше пожелание, рекомендация Ну пожелание мой такое Мне бы хотелось, чтобы все дети Все, кто родился сегодня в нашей великой стране Чтобы они хотели здесь жить Чтобы они не искали лихорадочно, что я буду жить в Майами Как там сын или внук Аллы Пугачевой Или я хочу поехать туда, потому что там более благополучно Все, кто здесь родился, они должны мечтать остаться жить в своей стране И они должны знать, кому они обязаны Тем, что они родились Начиная от всю тысячелетнюю историю нашего государства От князя Владимира, до Александра Матросова, до Зои Космодемьянской Они должны любить нашу историю Второе, мне бы очень хотелось пожелать нашей власти Вернуть детям государство Вернуть государство в детскую политику А для этого нужно очень немного Политическая воля со стороны той власти, которая сегодня есть в России Надо вернуть на федеральный, поднять на федеральный уровень сегодня Заботу о детях, всю семейно-детскую политику И тогда мы решим проблемы, которые у нас сегодня есть Дорогие гости, спасибо вам большое за очень интересный, содержательный разговор Думаю, что мы еще не раз иногда поговорим в наших программах Про политику, точнее отсутствие государственной, внятной, научно-обоснованной Созидательной политики в отношении детей и материнства Но пока, видимо, приходится нам всем дружно держаться Смотреть на то, как усугубляется этот самый системный кризис В эфире была программа «Точка зрения» Я и ведущий Владислав Жуковский Всего доброго, до скорой встречи Редактор субтитров А.Семкин